Я очень рад, потому что у нас сегодня проходит второе мероприятие. Моя компания «Электромобили мира» принимала участие в организации первого электрофестиваля, и сегодня я очень рад, что принимаю участие уже как главный редактор и издатель своего журнала «Эви Карс Ворд». Это «Электромобили мира» журнал, который рассказывает исключительно о электрическом транспорте и возобновляемой энергетике. Ну, сегодня, как вы видите, уже в сравнении с первым мероприятием очень ярко выраженная соревновательная часть. То есть мы разбили по сегментам электрический транспорт и даем возможность пройти трассу и зафиксировать время прохождения этого трассы. И это первые цифры и первые данные, которые мы можем говорить уже в точности о технических характеристиках того или иного вида электрического транспорта. Вообще моя суть – это механик, то я, конечно, смотрю всегда вглубь. И не могу не сказать о двигателях дуэновых. Я очень подробно сегодня брал интервью и делал обзор этой техники. И само сердце двигатель D90, который установлен на многих транспортных средствах, меня очень радует. И радует тем, что это уже отечественное производство. И, наконец, вот эта наша, ваша инновационная, так сказать, перемотка славянки дошла до практического применения и уже намотала определенное количество километров в реальности и в реальной ее эксплуатации, что меня очень радует. Ну и вообще я мотолюбитель и люблю тюнинговать разную технику. Ну, мы стоим около Муравья, это не совсем такой мотоцикл. В свое время было очень популярное транспортное средство, помощник в хозяйстве. И продавалось оно массовыми тиражами, но у него проблемы – это его родной двигатель. Их сейчас по стране тысячи в идеальном состоянии стоят у всех в гаражах, в сарае, но они обездвижены. И большой интерес появился с побережья Черного моря, где замены муравью нет. Он же у нас очень маневренный, очень легкий, на нем можно прям хоть на берег выехать. Вот попросили нас изготовить электрический комплект. И мы, так сказать, это реализовали. Двигатель, совмещенный обмоткой, очень эффективный в работе DS90, показал себя с наилучшей стороны. Мощности хватает запасом и с большим. Пробег вот на таком небольшом аккумуляторе стоит 1200 Вт часов. Больше рабочего дня он работает без подзарядки. Заряжается за два часа, то есть очень удобно. То есть поработали, можно зарядить, поехали. То есть проблемы вот с работой с этим двигателем и вот с этой комбоновкой не будет у пользователя. очень давно. Мы, как бы, совсем уже из первого этапа и даже до первого этапа, значит, за ним и следим, и участвуем, и с нетерпением ждем всех новостей, не пропускаем ни одних, ни вебинаров, ни вопросов, ни ответов. Я, в частности, с нулевого этапа, когда еще даже из самой таблицы этапов не существовало, в принципе. То есть я видел, как это начиналось, и даже на форуме электротранспорта еще тем отдельно шла, и только мотор-колесо представляли. Поэтому я помню, почему мотор-колесо, и почему сейчас из-за этого возникает путаница. Да, и мы смотрим, пришли посмотреть на этот новый аппарат, который Маклауд придет сюда, смотреть то самое колесо обновленное, и как оно смотрится очень так. В интересном транспорте мы видим, что больше, все-таки становится больше экземпляров всевозможных транспорта. Мы видим, вот, в новой технике было с моторами Дуйнова, которые от Виктора Алистов там поставляют из Китая. Вот, мы видим, что у Виктора Алистова хорошо достаточно будут дела в Китае. Видать, в Китае все хорошо с бюрократией, не как у нас. И мы видим, что прогресс у него ощутимый, и тема электротранспорта набирает обороты даже у нас, я сказал, потому что и большие надежды мои связаны с тем, что батарейки, основное, из-за чего транспорт начинает быть популярным, они становятся более мощнее, пробег становится все больше, и это более применимо для длинных поездок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА